Приветствую вас в прохождении Mountain Blade 2 Bannerlord. Что ж, славный город Ровальд теперь принадлежит нам, а мы принадлежим великолепной благородной фракции Вландийского рыцарства, последние рыцари Кальрадии. Ну, давайте начнем осмотр нашего города, что у нас тут... Ух ты! Наверное, за всю историю прохождения это самый такой разрушенный, неполноценный город из всех, что я видел. Обычно везде хотя бы первого уровня здания были, а здесь очень странно. То есть что-то здесь третьего уровня, в том числе укрепления, а некоторые здания вообще полностью отсутствуют. Ну, мне нужно... Я сомневаюсь, что меня будут осаждать. Мне нужно как можно больше денег. Так, и что по поводу лояльности? Лояльность минус 3. Безопасность, культура владельца. Значит, мне нужна лояльность. Для этого я построю ярмарку. И, конечно, нужны налоги. Так, мастерская. Это все форсит строительство. Ремонт стен меня не будут сейчас осаждать, так что вот это вот можно убрать. Так, мастерская, конечно, бонус строительство, это все хорошо. Давайте немножко забустим скорость строительства. Так, где тут лояльность? Вот. Фестиваль... Фестиваль и игры. Пусть проводит Томант Губернатор. На подхвате мы здесь находимся. Значит, так... А могу ли я... А, я не могу в своем собственном городе заниматься бандитизмом. Ну, в принципе, логично, ладно. Так. Я установил мод Improved Garizons, который помогает более удобно управлять, собственно, гарнизонами. Чтобы самому не ездить, на гринд время не тратить. Мы создадим отряд вербовщика, который будет делать это за нас. И вербовать тех, кто нам нужен. Так. Лучники. Мне, в принципе, кроме лучников, никто больше и не нужен. Ну-ка, я хочу посмотреть вообще. Заодно тут очень удобно будет всех сравнить. Самый высший ранг я буду сравнивать. О, очень удобно, да. Так, все. Назначил, кажется. Лимит войск. Это какой-то баг, наверное. Так, гарнизон городской. Я немножко... Наверное, переформировал бы. Я с другой стороны. Ладно. Сейчас посмотрим. Эти наемные всадники. Например, нафиг не нужны. Дозорные. Тоже устаревшая фигня. Нафиг. Остальные, в принципе, все нужны. Поэтому остальных... Ладно. Кого-то я сейчас в гарнизон оставлю. Наверное, пехоту скину. Вот так вот. Как-то получилось. Так, автосоздание отряда для защиты деревень. Нафиг. У меня тут и так. Разрешу только вербовку пленных, покупку лошадей. Так, вот вербовщик. Собственно, сколько он новобранцев должен завербовать перед возвращением. Ну, пускай будет... Ладно, пускай будет, я не знаю. 20. Культура любой пусть набирает. Так. А, вот как раз... Кто будет, собственно, в этом отряде? Ну... Тут много разбойников, так что я стрелков у него, наверное, назначу. Хотя... Хотя, не-не-не, подожди, подожди. Все, отменить, отменить. Короче, придется драгунов как раз туда заехар начать. К сожалению. Вот, из них и сделаю. Как раз он так быстрее будет передвигаться. Отлично. Жаль, конечно, но ладно. Вот он, кстати, появился, вербовщик. Отлично. Отлично, великолепно. Так. Ну что, занимаемся сейчас зачатием. Скоро будут роды уже. Хотя нет, пока информации такой не было. Давайте поучаствуем в турнире. Чтобы размяться. А то я погряз слишком в управлении королевством. Как же война. Ну что, дадим ему фору в 13 ударов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ой, ёп. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Штырнадцать. А, привык меня избивать. Он уже даже и не подумал блочить. Уже я его приучил. Тринадцать. 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 Ай-яй-яй, мы его все замочили. Извините, можно вас вырубить? Вау-вау-вау. Ох, какой. Деловой. Томант, муженек. Ничего себе. Турнир с муженьком. Вот так вот, победка. Лошадку выиграл. Кстати, пора уже начать меня покупать, да. Да, вот эти супер снаряды. У них АОЕ, то есть урон по площади плюс нам-нам. Причем тоже есть очень дорогие, но вроде это не те. Кстати, по доходу что, ну пока что в плюсе, пока что. Ох, я тут вижу каких-то вражин. Отряд Корейн. Давайте на нем протестируем нашу мощь. А, испугался? Ой. Что-то он нифига не испугался и перевес в его сторону. Стойте, кто вы? Я хочу знать, кого убиваю. Я пока Хонтас, а вы? Вы проходите через наши земли без нашего разрешения. Корейн. Так, что это за... Да, горе ботания. Но сразу с ними война. Да, понятно. Я слышал разговоры о вас. О женщине, которая умеет сужаться как мужчина. Вы в меньшинстве сдавайтесь и не делаете... Или не делайте этого. Смерть в бою прекрасная вещь. Это вы должны сдаться. Баааа. Переговоры окончены. Ну ладно, сейчас посмотрим. Первая моя битва как вассала. А что будет? Итак, началось. Отступим на окраину, чтобы, если что, мы могли, собственно... Отлично. Отлично. Так, у них кава едет. Хо-хо. В шею. Огонь. Нельзя позволить этим огонь на себя. Сучоныш. Иди сюда. Не хочешь? А вот этого ты хочешь? Всем приготовиться. Враг подступает. Без сомнения. И только в битве есть спасение. Для песни. Для песни. Для песни. Нам Господь дал речь. Для битв. Он нам вручает меч. Я заслужил эти элитные боеприпасы. Попробуйте достать, блин. Вам не Китай какой-нибудь. О, я уравнял численность. Отлично. Мои уже стреляют. Я отвлекаю этих ублюдков на себя. Меня почти, кстати, спешили. Огонь, огонь, огонь. Ох ты, меня ранили. Опасно. Ёптва. Огонь, огонь. 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 иди сюда я в меньшинстве говорили они вот вам и в меньшинстве даже не потребовалось использовать тактику выжженной земли я никого не потерял я просто день мать его карейн довольно вы выиграли сегодня собака ах какой позор о блин казнить ее что ли падло свирепа и жестокая так они говорят жестокая значит она будет всех казнить моих пусть ее кто-нибудь другой казнит я не хочу марать руки спасибо когда вы будете окончательно побеждены я попрошу чтобы ваша смерть была быстрая и милосердно если конечно вы не захотите присоединиться к нам до свидания падла ухты пленных неплохо собирал и войска прокачал а вот здесь надо выбрать кого а кстати а у я не а у я а о евро он по площади тоже нужны мне да и драгуны о блин как жалко шуме нет перка так на общем то просто все продам все это продам и ни одного человека даже ранее нам не было продаю на 4000 золота мне нужен перк в управлении короче во супер перк вы наносите на 20 процентов больше штрафа боевого духа при убийствах с дистанции когда находитесь верхом войска верхом ваша информация на 5 процентов больше штрафа боевого духа но это для драгунов как раз так мне управление нужно для этого нужно ржачки накупить короче чуть-чуть мне не хватает даже вместимости ланал и лошадей здесь нельзя купить ладно надо автосоздание вербовщика сделать ну что выезжаем по пути буду всех вербовать кстати у меня планты не настолько мощно меня всего лишь второй ранг клана но тем не менее посмотрите чего я добился я не буду тут свою фракцию намеренно создавать на вашу меня все прохождения в принципе это сбор создание там своей фракции с нуля и так далее уже устал я что за империю был что против нее я просто хочу тут о вербовщик вернулся 17 воинами шикарно я просто хочу тут поиграть так сказать за вландио и кстати это по-своему интересно и уникально так надо наверное кэшми в городе пронаходить чтобы вот этот статус и типа вы беременны или типа того что-то появилось я надеюсь это так работает томат же здесь клана и лач из был уничтожен это не то сообщение которого я ожидал ну ладно я могу конечно пропустить сообщение о беременности надеюсь что не пропущу надо мне знаете чего надо мне тут купить эти мастерские да так у меня кузин цели но это качественно отдельно я тут все куплю о какая правда босиком надо приодеться потому ее и холодно да посмотрите какие у меня в гарнизоне челы нифига себе мой замок какой крутой да еще в мороженых землях это как как будто я в себе сочетаю с турки у нифига себе он реально крутой очень он тут у меня кузница все те предели он какие у меня тут истинные леди я хочу купить эту мастерскую 13000 не хочу менять отлично купил это винодельня что интересно у них смотри какая какое у них тут все льняное от качества вот он лен тоже 13 еще купил написано что кузинцы есть но купить ее нельзя так понимаю так деньги надо инвестировать поэтому я их инвестирую востикан он находится еще дальше чем ровальд еще безопаснее ну короче деньги надо там хранить на мой взгляд покупаю 14000 шикарно он ничуть у них башня как волосы не колец так хочу я могу четвертую купить пивоварню а нет все три мастерски у меня пока максим ну и отлично у меня осталось все 50 тысяч какое для гражданской это и могу купить такой супер шлем ладно пока не буду куплю только на ноги ну и пожалуй и хотя бы одноручное оружие пусть будет рыцарский меч все нанял я здесь до нанимал людей конечно можно было в турнире поучаствовать но кому они нужны давайте поедем уже а хотя куда поедем давайте с ужином здесь побудем пока мы еще надо размножиться нам на так жалование гарнизон на 5 процентов меньше все войска получают два опыта ежедневно да пусть так будет и еще вот все управление начать войну против стургийского княжца насчет демократия да сейчас мы сильнее чем с тургийской княже что мы должны нанести удар пока есть возможность ну да у нас реально слушай вам нужно выбрать результаты как сильно хотите поддержать смысле вы потеряете 20 влияния а просто воздержаться я могу даже влияние не тратить нафиг не утратить а отношение улучшится отношение нуль то поддержим ладно давай нормас кармиус нас создавали тут страшно я еще не готов так ну-ка томан в тронном зале на джессионных отчитывает смотрите вот это вот это почему пояс не заправлен это чё за херня ты 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 чё блин рядовой чё ты серзант или рядовой ты чё ты офицер ты посмотрите на себя да вот томант управление очень быстро бустит мне вместимость моих войск чему я несказанно рад признаюсь по деньгам пока что я ну так гарнизонка сжирает жалование отряда доход из мастерских совсем микроскопический 237 учет за фигня сейчас еще же когда вербовщик всех понанимает о уже начало уже начало спускаться начал спускаться доход роган вада казнили о мои победили там ни хрена моих прессанули а мы тут заняты пока что важным делом так стоп доход был в минусах она вот сейчас он в плюс вышел на что-то нет не нравится все равно как-то стрёмно ничего не хватало час минуса уйти я примерно топчусь на месте по доходу жалование гарнизона для замков снижен 20 процентов либо осадное орудие строится быстрее либо ваши мастерские увеличивают производство на 20 процентов но бонус к постройке орудий и вот здесь он есть в инженерии мастерские вообще от них толку никакого на самом деле абсолютно нет практически они сейчас очень невыгодно их содержание так что я их за бущу для замка в гарнизон это потом мне деньги все-таки кое-как хотя бы сэкономит дополнительно так что из-за этого возьму жаль что только для замков они не что для городов тоже в этом какую-то херню взял вот пехотинцы его надо убрать пехотинцы не нужны а это кто тоже пехотинец до нафиг он я его замок просто закинул оксаргат поселение восстал она где находится-то осушь тут поблизости а я я его могу нет у нас с ним нету войны ну ладно я хотел себе под шумок отказать еще одиннадцать тысяч на лошадей потратил денег ты мало на самом деле мало денег кричель да создала армию здесь знаете что давайте откликнемся на ее зов немножко я устал тут сидеть я даже не могу для гражданки теперь ничего купить потому что у меня очень мало денег все да у меня кризис у меня уже на еду скоро не хватит надо срочно что-то делать какой-то отряд дермо то ну-ка сейчас за ним съезжу а то он тут моих гопает понимаешь остановитесь там кто вы сейчас я с тобой части объясню кто я на не хочет он сражаться конечно эльбит вон там не тут слишком все предсказуемо так что автобой нормас блин я не хочу в это ввязываться сейчас пусть они сами разбираются пленных хотя бы пополнил окну снаряга какая-никакая ну-ка на 1000 всего где армия вон они там воюют ланд сразу поеду боевым действием и так я въезжаю на морозные земли с тургии надо быть осторожным что-то армия маленькая слишком хочу такая маленькая армия тут еще одна у нас где-то было нет вау 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 чё за фигня ты куда заехал уезжай уезжает сюда дурачина ты меня погубишь и себя уезжай не ну чё он творит я ничего не смогу сделать все объявляю нашу последнюю операцию тем построиться устроим бросок цель атаки стургийское командование мы будем использовать тактику выжженной земли отступать и нападать вновь таким образом они не смогут казнить наших пленных собратьев таков наш план понеслась нужно занять высоту мои кавалеристы уже начали бой а плохая позиция удвигаемся вперед ах ты сука огонь 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 Нужно отступать. Я не понимаю, куда движется их пехота. Гулям, минус вражеский военачальник. Ох ты, меня сильно продамажило. Ааа, это не вражеский военачальник, это какой-то черт. Вот это вот вражеский волкава. Они атакуют основные силы. У меня тут перестрелка. Ты черт. Все, мой фланг разгромлен. Но мои слишком необстрелянные были. По крайней мере, мы, по большей части, уничтожили их конницу. И выиграли им время. Основное, это их пехота, очень мощная. Мы в меньшинстве. Скорее всего, проиграем. Грунaga. Грунга. Грунга. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я приказал им наступать, но чтобы они отступали стреляя... Сейчас мы посмотрим... Как они сдержат это... Вау, 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 вот это плохо... Ох ты, прям над головой... Мне недопустимо иметь... Менее 20% хп... Иначе... Я не смогу участвовать в битве... Точное попадание... Все, теперь они без кавы... Отлично, мои стреляют и отступают, как я и хотел... Или нет... Да с кем они там схлестнуться... Умудрились... За... Закидывай их, закидывай... Многовато их, конечно... Даже слишком многовато... А че луки-то хотят, они так рьяно, блин... Бегут... Понятно, че они хотят... Ах ты, сука... Пострелить впереди... Не дают моим отступать... Сразу их расстреливая... Все... Так, я послышал... Я послышал... Как отступают... Кажется... Стургийские собаки... Ой-ой-ой-ой... Вот это херово... Когда так по мне... Залпы дают... В принципе, пехоту будем прорядить... О, неплохо... Как вы думаете... У меня 20% хп есть? Иначе мне нельзя отступать... Если нету... Если нету... Сколько же мне надо их убить, чтоб они поняли... Своё место... Все, кажись... Патроны кончились... Взрывные... Взрывные... Ладно... Перегруппируюсь... Да... 30% хп у меня... Так... У них 72... У них тоже прибавляются... Не только у меня... Но и у них... Падл... Ух ты, сука... Ух ты, сука... Взрывные... а Нет! Многовато их. Так, ну... Я думаю, что... Если меня уничтожить сначала пехоту... 138 урона... Он остался жив и поднялся. Просто терминатор. Воу-воу-воу. Прямо тут еще попадешь. Кажется, их всего лишь 60. Всего лишь. Ох ты... Ой-ой-ой-ой. Все, все. Сейчас я попадас. Попандус. Вот, сучата. Сейчас у меня их в линию выстроить, чтобы удобнее было расстреливать. Все-таки карта, с одной стороны, кажется удобной. Нет, с другой стороны. Бля! Минутка славы для спонсоров канала. Мак, ДМ, Дмитрий, Рупер, Дмитра, Мистер Тат, Михаил Антонов, Ред Лайон и остальные. Спасибо огромное за поддержку. Продолжаем. У них там мародеры, вот какие-то еще лохи. Совсем. Не, очень сложно. Так, у них стрелы кончились или что? Ага, кончились. Ой-ой-ой. Все, а у меня, кажется, только обычные остались патроны. Ну-ка, кстати, надо сейчас посмотреть, как они вообще себя ведут обычные. 65 урона, не, это вообще херня полная. Перегруппировка. 30% в КП, 1 против 54 осталось. Ну-ка, ладно. Счита не хватает, конечно. Надо, наверное, за место меча щит. Да ты шутишь, так мало урона. Я сейчас очень сильно от удачи играю. Прям стрелы я уже сбился. Еще тут сколько раз прям рядом с виском проносились. Пипец. Надо объехать их. Сука, еще металки кидают, черти. Нет, это очень неэффективно отсюда стреляться с ними. Надо их как-то в линию хотя бы выстроить. ... ... ... ... ... ухожу глубже в лес надо сместиться тут очень плохо вижу и на меня стрелой могут попасть большей вероятностью чисто на удачу чушь так урона то мало так тихо тихо гипер риск они рассредотачиваются есть чтобы в них было сложнее попасть становятся как бы в шеренгу для меня я их пытаюсь выстроить в линию они они пытаются выстроиться я их вертикально пытаюсь построить они горизонтально стремятся 41 человек еще у них осталось очень далеко они достреливают и конечно шоке раньше как такого не было мне почему-то кажется мария в него попал он встал пошел они там это как как берсерки что ли обожрались какой-то херни я не понимаю только задуматься взрывные разрывные патроны им они встают дальше идут реально как под чем-то как будто если вам кажется это легко поверьте я до этого дожил только за счет микроконтроля и у воротов так придется перегруппироваться штраф к точности при стрельбе из арбалета на лошади уменьшим 2 увеличенное пошлиное поселение это очень круто либо двукратный зум с арбалетом типа как снайпер ладно пусть пошлины вот это вот мне кажется важнее 10 к размеру отряда вот это возьму в тактике вероятность побега заключен на 50 процентов ниже у пленных вашем отряде на 50 процентов меньше шансов сбежать либо кавалерии больше нет давать насчет пленных я пока что без казни играю пока что вот она карта моей мечты ах если бы если бы она была идеально ровная но к сожалению это не так 40 человек осталось надо короче стрелять по ним с юга и с севера я полагаю ёпта ой в меня попали значит у меня 28 кп осталось 28 еще можно а вот меньше 28 уже нельзя а точнее 20 20 нельзя я уже все с очень много концентрации уходит сюда на лучше издалека стрелять хотя блины так и издалека стреляю жесть там хер кого попадешь вообще жесть попал на 7 урона офигеть тут я ни в кого не попаду 7 из 8 урона чё ж за херня плюс и опять обижать 11 урона охеренно слишком много урона у меня 99 урона лучники каш очень мешают ухты какой залп был вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Они вообще не дают продохнуть Сука 74 урона Какое же издевательство все-таки Даже они отступать-то начнут В общем, очень жестко В общем, я сейчас сделаю ставку на рандомные выстрелы Потому что я могу перегруппироваться, отступать О, а кто-то у них уже... Побежал Ай-яй-яй-яй, уперся, сука Все, надо... У них 27 осталось Ой, интересная карта, это которая... Баннерлорд онлайн, что ли, была? Ее там немножко, правда, изменили Убрали эти всякие горы оттуда По-моему, да, по-моему, это она А, кстати, знаете, с горами это... Интересная... Гран новенько Интересная, могу в нее так вот заехать в ходу? Или сейчас она скажет, что это... Могу, но отсюда ни хера не видно Это на удачу Сейчас 50% зависело от удачи тут Потому что они убивают очень жестко А это что за херня была? А, по лошади попали Бля, все, мне пиздец Не, повезло, короче, попали куда-то в пятку, видимо Два урона Вот сейчас тоже на удачу было Просто повезло Ну тут нереально Тут только на удачу Вот в таких битвах тут очень многое зависит от удачи Я же без этой Ну 24 человека Ну когда же они побегут-то, собаки? Они все тут сдохнуть решили О, горает, хорошо Не вижу ни хера из этого дыма 112 урона и он остался жив, конечно Классика Я ни хера не вижу 16 урона 16 урона Вау Они слишком, сука, рассредотачиваются хорошо Я вообще в ахере просто В какой дистанции они бьют по мне Ахереть, все Все, я не могу отступать уже Это точно Теперь я не могу отступать Иначе мы проиграем Минус 8 единиц У меня сейчас меньше 20% Я забыл сколько, но наверное уменьшится где-то 18 хп Охереть Еще, да, по мне Еще попади Малату Началась полоса невезения Ладно, сука Ходите риска Будет вам риск Любите экшен? Блядь, ты не такой же, ебаный Пиздец 14 человек осталось То есть у них кто-то отступил Я просто в шоке У них дальность или как у меня, или больше Ну не попасть отсюда Не попасть У меня патроны закончатся Взрыв 4 Еще сложнее будет в них попасть Я поэтому не хочу отсюда Кто остался-то, епта? Все? Чертилы, блядь Двуручкой надо было сразу Двуручкой их всех размахивать Где-то в комментах кто-то У меня лошадь вся, блин, утыканная Я вместе с ней Я вместе с ней, вон мне ноги Я сказал, вот на несколько хп попадали Вот я же сказал, в пятку, блин, точно в пятку Пятку, в спину, в обух меча, блин Вот так Да, же скач Вы прибыли как раз вовремя Да вы что? Вы мой пленник Всех в плен падал, беру Правда Ух ты А войска-то я себе могу добрать? Нифига себе Даже рыцарь грифона Так Ну я возьму Тех Вот А выкину потом Херню сейчас всякую Так, ну все Разобрался с этими Ух ты Лутецкий Лутецкий есть, так сказать Да, надо потом будет Ладно, потом Ой, мне даже все не влезает Зараза Как бы мне это все довести еще обратно теперь Надо отсюда текать Ну, это будет уже в следующей части прохождения Ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны Благодарю за внимание